девочки здравствуйте сегодня будем с вами тестировать вот такую пудру от born pretty она голографическая ни разу не пробовал только получила без вас не стала пробовать сегодня я хочу понять все таки какой способ именно конкретно для этой пудры подойдет до голографический эффект я очень хотела такую попробовать американские голографические пудры стоят каких-то вообще 1000 рублей я посмотрела что-то я посмотрела думаю не я учет как не хочу за 1000 рублей брать хочу попробовать все-таки сначала китайскую я хочу сделать так одну мы будем втирать в топ без липкого слоя нанесу сапфир мой любимый который лучше всех подходит для втирок второе как советуют некоторые продавцы вот там где я покупала продавец советует нанести топ обычный и снять липкий слой и наносить потом пудру и третий способ я наношу просто на лак черный на высушенный уже слип он там я уже сейчас липкий слой здесь есть и попробуй и посмотрим какое из трех даст какой эффект и какой нам все-таки лучше в итоге сделать значит лак вена лиса тоже китайский ссылку на него оставлю здесь один слой он для черного очень плотный очень хороший имейте ввиду у меня как-то девочки спрашивали посоветуйте белый и черный гель-лак вот черный вена лиса хороший значит смотрим девочки давайте при вас от сейчас салфетку постелем потому что сейчас будет все в этой пудре еще что я хочу сегодня еще попробовать посмотрела видео одной девушки советуют наносить пудру губочками для макияжа которые я хочу попробовать что-то меня ноготь испачкался в лакин ладно хочу попробовать лучше все-таки спонжиком или вот этими губками тоже с алиэкспресс у меня набор был то ли 3 там было то ли 4 губочки очень наборчик шоу я для макияжа брала но они оказались очень маленькие вот я хочу сегодня попробовать правда ли они вот лучше для пудры нанесение говорят что более классно смотрится когда наносишь все таки вот такой штукой не знаю почему по проверим проверим сегодня о так тихо я так чувствую что я сейчас вся буду в этой пудры вы смотрите наполняемость половина банки наверно в общем нормально много ну не сказать чтобы ее много она не целая она не целая банка не целая но это я это все там пишут что они наполовину born pretty вот так вот заполняет и сейчас я нанесу первое то подходе и мы обычный top с липким слоем нанесем а и снимем с него липкий слой и посмотрим как ляжет наша голографическая пудра сейчас просушу снимем липкий слой и попробуем первый наш посмотрим что все таки лучше выйдет может быть и все варианты хорошо получится но немножко с разным эффектом я не пробовала хочу сама даже для себя понять какой все таки будет результат все просушила снимаем липкий слой салфетки так интересно я вообще обожаю эти пудры это как так главное не стереть надпись отсюда то и потом запутаюсь где там чем мазала этот фломастер тоже можно очень легко стереть ну все мы стерли сейчас попробуем сейчас я начну немножко поверху вот это спонжиком а внизу смысле вот этим вот как это называется не спонжи как штука для макияжа на за нащи не втирается так а ну-ка этим слушайте ну но могу сказать что этой губкой правда лучше я думаю что конечно это не очень подходит способ медли удобно держать я боюсь смазать фломастер на чё-то я пока сильного эффекта не то есть она очень голографичная но я так понимаю что все таки на обычный топ не очень посмотрите что-то уже проявляется какими-то полосами не за мне не нравится даже не будут не будут тратить ценную пудру а давайте на наш мой любимый сапфир а значит я буду наносить на горячий топ чтобы он был теплый господи что же я вся харюша смотрите я сушить буду всего у меня мощная лампа сам увы вот это и я уже методом проб и ошибок предыдущих топ этих моих всяких у меня куча пудр всяких золотых и бронзовых никаких угодно она очень сильно сушит моя лампа то есть я сейчас нанесу топ без липкого слоя сапфир и просушу его всего лишь пять секунд всего лишь пять секунд и он будет тепленький и хорошо подготовлен прям даже камеру не буду выключать пять секунд быстро пройдут посмотри что получит мне сам очень интересно получится ли голографик он ребят пошел процесс прошел процесса офигенный офигеть красота мне просто но я думаю вы видите а попробую как будет этой штукой мне вообще как-то неудобно туда залезать говорят что она более экономит что ли мне как-то и неудобно знамя каждый спонж не хуже все это делаю да шикарно на сапфир вот но я лучше топа для хром пудр вот этих всех не нашла и дорогие и дешевые вот сапфир просто идеально подходит для хром пудр и поэтому я последний раз заказала сразу две потому что мне в разных продавцов я заказал от одного мне шло два с половиной месяца я потом заказала нашла его в другом продавца и заказала сразу 2 мне за месяц пришел что я обожаю пудры посмотрите я потом камеру поближе поставлю так теперь давайте попробуем на липкий слой здесь вообще ничего не получилось да а здесь очень круто получилось вообще давайте сейчас попробуем на липкий слой просто липкий слой цвета значит тут надо вот так вот как бы по хлопающим движениями чтобы налипла пудрочка посмотрим что получится но тоже красиво но без зеркального эффекта просто такое как песочный как хороший хороший лак с блестками да вот как у меня азур есть да с микро микро блесточками шиммером таким как не 3 все равно такого блеска как в том не получится надо чем-то темно мне кажется показ очень красиво тут вообще не получилось вообще на здесь получить вот этот способ на топ без липкого слоя замечательно замечательно а давайте знаете что мне интересно давайте попробуем азур без липкого слоя сейчас я быстренько чтобы не тратить ваше время на одну типсу нанесу и мы с вами попробуем азур просто хочу проверить тоже 5 секунд посушить как на него ляжет то что многих моих девочек подписчиц есть азур топ сейчас мы посмотрим нанесем топ азур и и посмотрим как на него ляжет пудра он тоже без липкого слоя так 5 секунд ставим вот это мне не понравился способ не знаю неудобно пихать вот это все туда не знаю вот этими для макияжа самое мне вот больше всего нравится не знаю девочки там сами смотрите как вам нравится нет все таки на сапфир лучше все таки на сапфир лучше нет он он как бы не досох я так думаю то что эффект прям как вот этот получился если что может быть подольше посушить не знаю никто на азур не то хотя топ азур очень хорош он лак он не отслаивается например как венелиса он хороший глянец но он может по кончикам отслаиваться да а азур нет вот азур хороший топ но для втирок будет вообще нет девочки даже не буду сюда класть он вообще не подходит все таки мое мнение что сапфир сапфир лучший просто лучший еще там советуют уже потом по пудре я уже давно в интернете видел нет очень понравилось сейчас я вам покажу если вы берете кисточку такую синтетическую и вот так вот еще сверху проходитесь полируете и получается дополнительный блеск просто это я не знаю я вот посмотрела случайно увидела это правда то есть если так потереть все потом будет супер еще лучше будет глянец такой покрою топом и вот тут тоже сейчас покрою топом так вот чего топ кстати венелиса тоже без липкого слова не знаю я от него не очень в восторге он неплохой но не лучший не лучший азур лучше но у венелиса очень хорошие лайки как и у азура у азура хорошие лайки но у венелиса очень плотные лайки замечательные в один слой можно класть хорошо держится но топ не лучший а цвет хороший многие хвалят лаки венелиса у меня их много смотрите очень много хорошие лайки вот а топ не сказать чтоб хорошие девчонки топ просушила очень очень красивый получился такой голографический порошок пудра я очень довольна ждите маникюров у меня есть одна очень классная идея с ним поэтому мне очень нужен этот голографик я довольна я знаю что я уже сделаю с ним кстати вот такой тоже имеет место быть просто немножко другой эффект такой вот ну здесь много блесточков но все таки вот этот лучший голографик советую сапфир приобрести ссылочку на него оставлю пишите девочки как вы делаете эту пудру может быть что то я не знаю с удовольствием почитаю девчонки я решила попробовать все таки на горячий азур просушенный 30 секунд а не 5 попробовать все таки сделать голографическую вот эту пудру мне кажется он тогда был недосушенный и сейчас я посмотрю получится ли все таки с ним что то мне кажется вот уже получается потому что все таки все топы разные а с топом сапфир я уже знаю к нему подход я уже методом проб и ошибок вычислила что там достаточно 5 секунд он схватывается в моей лампе а азур надо мне кажется ну маловато ему 5 секунд и легла пудра слишком как на сырое я подумала все таки надо проверить потому что я очень люблю топ азур я вообще прям фанат его стала совсем чуть-чуть осталось хочу дозаказать смотрите вроде неплохо видите на азур просто там 5 секунд достаточно а здесь времени побольше то есть если у вас есть топ азур то можете и с ним сделать да вот смотрите просто другое время сушки а так вполне вполне нормально сейчас я его покрою надо сверху и все мы сейчас их сравним а сейчас стряхну лишнее точно было все хорошо я покрою венолиса потому что тот покрыт венолиса чтобы точно да сравнить но только если вы будете маникюр делать обязательно побавьте ногти по бокам да по краешкам чтобы лучше держалась а пудра и обязательно двумя топовыми покрытиями не забывайте это да да то есть вы бафите вот так и по краям да и потом наносите два топовых покрытия по очереди их сушите сейчас сравним девчонки смотрите сейчас я подпишу что это азур чтобы мне потом не запутаться сапфир а вот вполне девочки если у вас есть топ азур а вполне себе вполне себе отлично смотрите да по сравнению с тем когда мы нанесли да в предыдущий раз да это 5 секунд посушено а это 30 секунд то есть вы смотрите какой у вас топ поэкспериментируйте также вот на типсиках то есть я знаю что сапфир 5 минут достаточно этот 30 секунд ой извините 5 секунд и 30 секунд видите два разных топа а результат в общем то отличный да давайте вот так приложу на пальчики сделаем видите как круто будет смотреться вот так красиво главное на теплый топ делайте и все у вас получится ну все теперь точно до свидания надеюсь я вам полезна до новых встреч 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 до новых встреч